В Свердловском областном суде начался уголовный процесс по делу об убийстве двухлетней девочки, 24-летним сожителем ее матери. На скамье подсудимых отметивший на днях свое 25-летие уроженец города Березовского Роман Большаков. 13 мая этого года в субботу около половины седьмого вечера диспетчер скорой медицинской помощи принял срочный вызов с адреса город Екатеринбург, улица Парниковая, 6. 13. Звонивший мужчина сообщил, что двухлетняя девочка, дочь его подруги, не подает признаков жизни. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка, а позже установили и причину этой смерти – механическая асфиксия, иными словами, удушение. 14. Как ранее сообщали правоохранители, Роман сразу признался в содеянном, сообщив, что девочка вывела его из себя своим плачем, и он своей ладонью закрыл ей рот и нос и удерживал руку до тех пор, пока ребенок не обмяк. 15. Погибшая девочка не была ребенком Романа. С ее матерью, Дарьей Калашниковой, Большаков познакомился за год до трагедии, к тому времени у Дарьи уже был ребенок. 15. Но, как казалось на тот момент, 20-летней Даши, ее дочь не была препятствием в их отношениях. 15. Закончив березовский профессиональный техникум по специальности повар, Роман на момент своего задержания официального трудоустройства не имел, а вот его подруга, не имевшая профессионального образования, трудилась на двух работах – уборщицей в одном из офисов и сезонно продавцом мороженого в парке Маяковского. 15. Ее заработка молодым людям хватало, чтобы снимать квартиру в этой 22-этажной свечке на Эльмаше. 16. Когда Даша уходила на работу, Роман без труда соглашался посидеть с ее маленькой дочерью. 16. И сама Дарья, и друзья Романа характеризовали юношу как спокойного, приветливого и, казалось, безобидного. 16. Такой же спокойной и молчаливой, привыкшей переживать все проблемы самостоятельно, свою дочь характеризует и отец Дарьи. 16. Дочь у меня вся растерянная, потерянная была и, как сказать, ну у меня такой человек, она всегда молчит, с нее надо все вытягивать, если с нее вытянуть, она расскажет. 16. Как крайне спокойную, эту пару характеризовали и соседи по многоэтажке. 16. При этом, как давно подметил народ, в тихом омуте черти водятся, иногда в прямом смысле этого слова. 16. Одна из личных страниц ВКонтакте Романа Большакова имеет аккаунт сатана1.98, а его подруга Даша, как ранее сообщала «Комсомольская правда», до совершеннолетия состояла на учете в ПДН. 17. Но грехи молодости и сознательное злодеяние взрослого, 25-летнего человека – вещи принципиально разные. 18. Хотя возраст не всегда является признаком взросления. 18. Так сегодня в суде, после оглашения обвинительного заключения, а обвиняют Большакова в умышленном убийстве малолетней, подсудимый Роман свою вину признал частично, заявив, что у него не было умысла на убийство, и он не мог предполагать, каким последствиям приведут его действия по отношению к ребенку. 18. С одной стороны, полный бред. Двухлетняя девочка – это не двухмесячный грудничок, которого можно лишить жизни, просто положив руку на лицо. Двухлетний ребенок, тем более уже капризничавший до этого, будет вырываться, извиваться, бороться за свою жизнь. 19. А с другой – в нашем обществе, где насилие объявляется лучшим способом решения проблем, чем убеждения, переговоры, уступки, молодой лоботряс и вправду мог не осознавать, к чему приведут его способы утихомиривания ребенка. 19. Он же, получается, сам вызвал милицию, сам вызвал скорую, и его сразу забрали. Наказанием по предъявленной Роману Большакова статье Уголовного кодекса, пункт В, части 2 статьи 105, может стать минимально 8 лет лишения свободы, а максимально до 20 лет. Для особо жестоких убийц есть еще пожизненное наказание, но, вероятно, это не тот случай.